Новый главарь Хамас Яхья Синвар передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе Газа. Эту информацию Тель-Авиву сообщили египетские и катарские посредники, пишет CNN. И хотя по информации издания премьер-министр Израиля Беньямин Нетанеху готов заключить сделку, независимо от последствий для его правящей коалиции, аналитики отмечают, что тут есть еще одна заинтересованная сторона, а именно Иран и его прокси-силы. Тегеран обвиняет Тель-Авив в ликвидации предыдущего главы политбюро Хамас Исмаил Ахании на своей территории и грозится атаковать израильское государство. Сейчас Израиль находится в ситуации довольно напряженной, ожидания. Все сидят перед экранами и ждут, во-первых, ответа, ответа в кавычках или не в кавычках, Ирана за уничтожение Ахании, хотя Израиль не взял за это ответственность, и, конечно же, ответа Хизбаллы за уничтожение начальника генштаба Хизбаллы, которое было параллельно с уничтожением Ахании в Тегеране. США стремятся избежать эскалации на Ближнем Востоке, поддерживают связь по дипломатическим каналам с Тегераном, а также увеличивают военное присутствие в регионе. В частности, в Пентагоне заявили об отправке на Ближний Восток авианосца USS Эбрахам Линкольн и атомной подводной лодки USS Джорджа. Газета The Hill пишет, что президент США Джо Байден ежедневно работает над тем, чтобы остановить эскалацию войны в регионе. «Мы с президентом работаем над этим круглосуточно. Нам нужно освободить заложников, заключить соглашение о заложниках и прекратить огонь. Это нужно сделать, сделка должна быть заключена, и сделать это нужно сейчас». Безотлагательно заключить соглашение о прекращении огня между Хамас и Израилем призывают также и лидеры европейских стран. В совместном заявлении лидеры Великобритании, Франции и Германии также призывают Иран отказаться от нападения на израильское государство. «Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников. Ни одна страна и ни один народ не выиграют от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке». Из совместного заявления лидеров Великобритании, Франции и Германии. «Разведка Израиля считает, что Иран может напасть на государство в ближайшие дни», – пишет издание «Экшес». «Все для того, чтобы не позволить Тель-Авиву и террористической группировке Хамас достичь договоренности о прекращении огня и освобождении заложников». Впрочем, по информации политиков, в Вашингтоне считают, что Тегеран мог передумать атаковать Израиль и ограничиться лишь символическим ответом. «Верховный правитель Ирана, Хаменаи, он сам сдерживает самого себя, потому что все-таки Иран, в отличие от Хизбаллы и Хамаса, имеет прагматические факторы своей политики. И Иран всегда действовал стратегически, а не эмоционально. Поэтому я думаю, что сам Иран может быть не заинтересован в полномасштабной войне, особенно когда столько намеков вокруг Ирана происходит параллельно». Напомню, 8 августа США, Египет и Катар призвали Израиль и Хамас встретиться для переговоров 15 августа в Каире или Дохе. Как пишет BBC, в террористической группировке Хамас заявили, что руководство изучает приглашение на переговоры о прекращении огня. В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что представители страны будут присутствовать на встрече. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация, в открытом доступе.